Доброго времени суток, уважаемые зрители, вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Естественное лечение замороженного плеча и исцеление в течение нескольких дней. Замороженное плечо – болезненное состояние, которое вызывает скованность, уменьшенную подвижность и боль в плече. Вы можете попробовать все, чтобы облегчить боль, и тем не менее, вы не можете устранить боль. Наше предложение – попробуйте естественное лечение. Противовоспалительные соки – естественный способ предотвратить воспаление и другие воспалительные состояния. Сок свеклы. Свекла содержит полезные кислоты, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами и могут эффективно снижать окислительный стресс и хроническое воспаление. Необходимые ингредиенты. 6 больших свекл – обрезать оба конца, промыть под проточной водой, получить сок с кожурой. 1 лимон – обрезать оба конца лимона, приготовить сок с кожурой. 1 дюймовый корень имбиря. Приготовление. Возьмите свеклу, отрежьте оба конца и очистите под водой. Отрежьте оба конца лимона и откройте его. Поместите все ингредиенты в соковыжималку. И все. Примечание. Если вы впервые пьете сок свеклы, обязательно начинайте с небольшого количества, чтобы увидеть, как ваше тело ответит на него. Если есть какие-либо реакции, пейте больше воды и меньше сока, постепенно увеличивайте количество. Ананасовый сок. Он очень полезный для лечения хронического воспаления и болезней. Может действовать как естественный болеутоляющий препарат. Необходимые ингредиенты. 1 ананас. Очистите, затем нарежьте желтую плоть. На мелкие кусочки получите сок. 6 стеблей сельдерея. 1 огурец. 1 дюймовый корень имбиря. Щепотка каенского перца. Приготовление. Смешайте сок с другими ингредиентами и все. Когда и сколько пить. Все зависит от того, насколько тяжело ваше состояние. Ежедневно рекомендуется делать 1 литр сока. Разделите его на три порции и выпейте их утром, днем и вечером натощак за 15 минут до еды. Примечание. Люди, страдающие диабетом, низким кровяным давлением, расстройством крови или инфекцией дрожжей, должны пить 500 мл в день. Обязательно разделите сок на две порции, на утро и на полдень. Если вам интересно, сколько дней вы должны пить, это зависит от вас. Это может занять 3 дня или 14 дней. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!